Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать к нам домой! Гимпель – это домашний ресторан. Мы здесь живем, и я не могу это назвать работой, это образ жизни, это удовольствие, которое мы здесь испытываем еженедельно. Я здесь вырос, это Переделкино, это писательский городок. Здесь жили и творили великие писатели, живут те писатели, которым, наверное, еще предстоит стать великим. Для нас было очень важно показать людям такие волшебные здесь места, как культурно, так и энергетически. Я много лет смотрел из окна на такой навес, который можно здесь наблюдать. Собственно, то, из чего мы сделали гимпель – это навес, который мой папа построил еще лет 30 назад. Это была крыша, и был такой настил, было два сбитых стола, и гульба шла постоянно, я тебе могу сказать. Очень место намоленное, правильно заряженное. Поэтому вот я смотрел на эту крышу, которую 30 лет никто не чистил, она заросла своим таким микромиром, и понимал, что я ничего лучше для ресторана никогда в жизни не найду. Это наш четвертый сезон работы. Мы работаем полгода в году. Мы начинаем работать в мае, заканчиваем примерно в октябре, ноябре. У нас в гостях было уже более 70 шефов, что, мне кажется, уже такое прям значимое число. У нас проходит мероприятие раз в неделю в субботу на 22 человека. Это такой, я называю, домашний шеф-стейбл, где происходит абсолютный интерактив с шефом. Интерактив очень такой, опять же, тоже домашний, легкий, не всегда и вообще никогда не уходящий в какие-то сложные там такие гастрономические дебри, скажем так, это всегда очень общение такое житейское, я бы сказал. Людям тоже очень хочется узнать, чем живут шефы, выходя за пределы кухни своего ресторана. И мне кажется, что здесь это у нас такое обоюдно, потому что здесь и шеф, и его команда выходят как раз из своих кухонь. Мы на воздухе, у всех хороший какой-то настрой, это выходной день, все легко. Опять же, здесь нет такого четкой привязки к меню, к разблюдовке, к процентовке и так далее. Здесь домашние застолья, большие блюда, все идет на стол. Вот, поэтому мы наслаждаемся моментом. Гости едят закуски, гости едят горячие закуски. И обычно после этого мы приглашаем их на экскурсию по Переделкино. У нас прекрасная команда экскурсоводов тоже есть. Вообще, поскольку Переделкино возродилось за последние несколько лет, мы достаточно камерный проект, а параллельно с нами перезапустился Дом творчества Переделкино. Это сейчас вообще такой культурный центр, не только, мне кажется, переделкинский, но и вообще московский, литературный. И все, что связано со словом и с буквой, вот Переделкино это сейчас вернул себе статус некого такого центра. И куча людей приезжает гулять, поэтому появилось больше экскурсоводов. И, собственно, вот сформировалась наша команда. И наша группа уходит на полуторачасовую экскурсию примерно. В промежутке я тоже не даю им долго отдыхать, завожу их еще на рюмочку, на стойке в наш бар-буфет, который нам доверили возродить исторический буфет Дома творчества. Тоже абсолютно такое у меня место с душой, и такое очень контрастное от Гимпеля. Тут такой чистый загород, а там такой советский чуть-чуть сталинский ампир. Вот. Они гуляют, возвращаются, и мы, собственно, уже возвращаются к горячему. Едят горячее, потом мы сервируем стол десертом, они едят десерты, чаепитие, посиделки у костра. И получается, что люди обычно у нас там с трех часов до девяти, до десяти вечера. Поэтому, ну, то, что я говорю, действительно, есть возможность перезарядиться чуть-чуть, особенно тем гостям, которые живут в городе. Вот этот день за городом, тем более среди таких вековых деревьев, обмен энергии происходит так или иначе. Да. Мы, когда запускались, мы, честно говоря, вообще не думали и не знали, что будет. Было очень смешно, потому что дружил я с двумя шефами, с Гленом и с Сэби, безызвестные вам друзья. Собственно, и они меня вообще очень поддержали в рамках этого проекта. Глен мне сразу сказал, что я обязан его реализовать. Поэтому я знал, что у меня будет одну неделю Глен, другую Сэби. А мы так громко о себе заявили, а дальше надо было что-то делать. Ну, что-то делали. Что-то делали. И вот, опять же, благодаря друзьям, благодаря шефам, благодаря моему другу Миши Лопатина, который тоже у нас, у меня много знакомит с разными шефами. Это все как-то работает. И сейчас это, безусловно, уже превращается в то, что ты всегда мечтаешь, что проект, он становился неким самостоятельным механизмом. И уже как бы он тоже генерирует. И шефы к нам обращаются сами, и как бы о нас больше людей знает. И поэтому, ну, как-то работает все. Праздник в нашем доме. Дан Мирен. Привет, брат. Ну, всем привет. Друзья, Дан прекрасный шеф и ресторатор. Сейчас, спасибо. Так, давай возьму эти. Баки. Баки ты как хочешь? Что ты с ними хочешь? Целиком на аджах. Ну, типа, чтобы внутри осталось. Конечно. Давай. Мне очень нравится этот сезон, потому что мне очень хотелось уже многих пригласить снова к нам. У нас изначально мы всегда стремились к новым именам и к тому, чтобы у нас вот там шефы, которые раньше не были у нас в гостях, и мы до сих пор к этому стремимся. Но мы никогда не стремились к тому, чтобы это было какое-то вот золотое правило, потому что очень хочется, чтобы шефы возвращались, потому что за эти три года произошли колоссальные изменения. Дан за это время открыл там русский ресторан, сейчас открыл такой французский бестро, открывает еще в ближайшем времени. Время идет. Да, время идет. И это происходит с очень многими шефами. И даже те шефы, которые работают там в одном проекте, у них все равно поменялись сеты, поменялись видения. И в этом сезоне к нам ночью многие возвращаются, и меня это очень радует. И прям... Каждая суббота для меня здесь праздник. Мы делаем такие выбросы или как дроп. Сейчас надо отказываться, говорят, от использования английских слов. Но мы попробуем у нас, да. Но мы делаем еженедельные дропы билетов, как бы, и наша основная цель и задача и миссия вообще, чтобы разные люди сюда попали. Поэтому ты можешь купить там два билета в одни руки, и, собственно, ну там уже на четвертом сезоне те, кто со мной не потерял дружбу, они уже не обижаются, потому что действительно это не между собой. Иногда люди пишут там, это все фарс, это все свои. Обычно это люди, которые никогда не подавали заявок. Но суть в том, чтобы именно незнакомых людей собрать за одним столом. И магия заключается в том, что вот люди садятся, может быть, сначала достаточно тихо. Ну, не могу сказать, что это очень тихо, потому что все равно идет интерактив, но с данным точно не будет тихо, как бы и там основная. Но вот между собой в процессе вечера стол становится чуть громче, чуть громче, чуть громче, и люди уже начинают просто общаться. У меня бывает, ну, очень часто я наблюдаю, когда люди уезжают, они уезжают там, ну, там вчетвером, как будто они пришли сюда вчетвером, а они вот только познакомились. Поэтому вот это очень ценно. Да и у меня здесь завязывалась дружба с некоторыми гостями, с которыми до сих пор общаюсь, и даже какие-то общие дела есть. Ничего специально здесь не происходит. Вот в чем все просто. Все очень просто и как бы по большому счету идеологически и в общении. Здесь нет никакого, там, ни с чьей стороны нет каких-то обязательств друг к другу. Все очень открыты. И мне кажется, ценность нашего проекта именно в этом. Сразу салаты, сразу в горячую тарелку. Мы их тоже сразу в стол кладем. Все. Чебуреки. Чебуреки? Отлично. Начинаешь выкладывать. 14-30, сейчас 13 все. Что получше? 14-30. Начинаешь все там массированно, массированно выкладывать. При этом моменте все зачищено, начинаем карпачи нарезать. И салаты. И салаты, и карпачи. Окей? Тебе нужно сам взять 5 тарелок карпачи, я с тобой стою, помогает делать. Тебе нужно два салата. Какие у нас два салата? Овощные? Овощные. Окей. Знаете, ко мне очень много друзей приходило до того, как я сделал гимпель. И говорят, давай ресторан-центр, давай ресторан-центр. А я почему, знаете, вот я так тоже, я говорю, вот проект должен быть очень трушным. Трушным, но я до конца сам не понимал, что я имею в виду, наверное. И вот когда сложился гимпель, я понял, вот что для меня значит вот эта вот честность проекта. Потому что я говорю, что для меня честно открыть свой дом, для меня честно принимать гостей, вот в небольшом количестве смотреть на них, как на их реакции, на их желания, на их какое-то вот, на их заземление. Вот больше всего я люблю, когда люди, люди тоже очень разные приходят. Приходят интроверты, экстраверты, приходят люди, которые... Ну, уходят все экстраверты. Да, приходят люди, которые очень часто жены следят в запрещенной сети. Там, да, мужчины сейчас, может быть, гораздо меньше в ней сидят. И мы знаем, когда там вот жена там купила билет и приводит супруга, который вообще не знает, куда он пришел. И это часто бывают люди тоже там не из такого, не из бизнеса, ну, скажем так, такого открытого, где принято общение. Но смотреть на них в процессе вечера, как они растомаживаются, вот это вот дорогого стоит.